друзья приветствую вас вечерний обзор давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках какие новости выходят как они влияют на то что происходит и куда двигаются рынке что ждать на вечерней сессии так друзья ну давайте наверно начнем с новостей что тут у нас происходит но в москве сегодня был адский ливень все посмывала ужасное небо был ужасный ветер но сейчас вроде бы ситуация стабилизировалась далее вот если смотреть российские сми заголовки сильный пожар у станции метро в лондоне если смотреть западные сми там конечно это новость есть но она там не на первых строчках а там где-то на задворках и и приходится поискать вот но видимо как бы у российских сми то что происходит в лондоне это ключевое событие так но сейчас вот здесь с появлением этого волшебного дельта штамма корона вируса масса вопросов возникает процедуре вакцинации что и как делать как жить и так далее и тому подобное но вопрос здесь очень непростой каждый должен для себя принять решение как и что ему лучше делать но в любом случае я думаю не помешает использовать маску и средства защиты даже если вы вакцинировать потому что береженного бог бережет так друзья мы если возвращаться к графику который уже давно с вами не смотрели потому что видимо было такое ощущение что этот график больше не нужен но нет оказалось он нужен и судя по всему он теперь надолго с нами рост новых случаев в мире заболевания к вид и отдельно по странам здесь у нас по сути двойная вершина но это двойная вершина она не привела провал она привела к новому накоплению и сейчас судя по всему здесь происходит рост так но вот в индии ситуация пока стабилизировалась здесь вроде бы все нормально хотя они сгенерировали этот ужасный штамм который вроде как всех валят в бразилии ситуация ухудшается и выходит из-под контроля то же самое происходит и в россии соединенные королевства здесь тоже не айс и многие страны вводят ограничения на авиаперелеты в том числе из великобритании иран здесь ситуация на подходе а вот в соединенных штатах германии франции ситуация вроде бы достаточно стабильная и устойчиво посмотрите по поводу того как работает вакцина надо ли ревакцинироваться и так далее соединенных штатах где используются нормальные проверенные более или менее проверенные вакцины типа файзера и модерна здесь и проблем никаких нет увидите здесь все вакцинировать вакцины проверены подтверждены работают и соответственно мы видим спад новых случаев ну конечно может оказаться так что там тоже есть определенные нюансы с теми вакцинами которые используют соединенных штатах но пока все указывает на то что если процедура вакцинирования проходит корректно если вакцины работают и более или менее подтверждены в рамках мирового сообщества то здесь ситуация она управляема и она приводит тому что к вид сходит практически на нет и никто в соединенных штатах не поднимает вопрос али вакцинирование и так далее и тому подобное там все как бы сделали все испытали и она все работает да там стечение при стечении год-два там потребуется повторное видение потому что эти вакцины обладают достаточно коротким промежутком действий в отличие от классических но здесь издержки вот именно такого типа вакцин которые сейчас используют против корона вируса так ну вот интересная такая тема отходя немножко от корона вируса все-таки это беда судя по всему она будет надолго с человечеством и никуда от этого не деться вот но здесь единственный способ это соблюдать необходимые меры безопасности и вакцинироваться но разумеется вакцина должна быть проверенная и работающая так ну вот сбера втб критикуют идею цб о введении риск лимита на вложение в экосистему посмотрите вопрос конечно очень интересный очень интересный потому что но с одной стороны вот вроде бы есть банки да вот чего там денежками занимаетесь куда вы лезете то с другой стороны как бы мы с вами знаем что жизнь течет мир меняется что-то в таком виде было раньше например раньше советские времена все было вешано коврами все покупали ковры и всюду их вешали это считалось там песка дрызг но сейчас как бы если вы у кого-то дома увидите ковер то ну это может даже вызвать некое непонимание зачем человек такие вещи непонятные покупает ну хотя это опять же вопрос вкуса и кому что нравится смысл здесь очень простой вот текущая ситуация она идет к тому что банковский бизнес классическом понимании он стал не нужен ты что такое в банке банки это так называемые опорные точки которые занимаются перераспределением денег то есть они собирают те деньги у того кому они не нужны и отдают их тем кому не нужны но разумеется они там за риск за операции берут себе процент это классическая банковская деятельность и плюс расчетная функция то есть осуществление перевода в платежи и так далее но в эпоху когда печатают деньги центробанки и появились децентрализованные протоколы криптовалюта когда каждый может имитировать свою валюту в общем то вот эта деятельность банков связанная с кредитно пассивными с активно пассивными ну или кредитными операциями она в общем то ну вырождается она уже больше не нужно потому что ну если надо центробанки сами прекрасно печатают деньги и видимо большинство банков том числе сбера втб прекрасно понимают и они как бы тут действует что называется но может быть кто-то и с каким-то тайным умыслом чтобы клиентов лучше в оборот взять но здесь как бы сама сама эволюция сама можно так сказать труда она подталкивает банки к развитию и к тому чтобы но меняться трансформироваться потому что классический банковский бизнес он вырождается он уже в таком виде не нужен а цб критикует идею сообщил о том что так и так надо лимит на вложение в экосистему то есть не дать банкам перерождаться ну что я могу сказать ну рудиментарный это орган который не видит куда движется эволюция и вводит подобные ограничения замечания ну рудиментарная система она создает генерит рудиментарные указания тут никуда от этого не деться хотя к чести сказать того же сбера и германа грифа вектор направление который выбрал особенно сбер втб он пока как бы так просто это самое не насколько я могу наблюдать они в этом не преуспели в той мере в какой преуспел сбер то есть вектор направление движения у сберу очень правильно и очень грамотный взгляд достаточно прозорливо поступил что начал двигаться в таком направлении он видит куда все идет так вот еще такой момент который в ближайшее время он грозит раскачаться на самом деле вот эта тема она еще в апреле двадцатого года поднималась там вообще боишь ли дикие между индией и китаем и тогда война ну чудом просто не всплыхнул все это дело как-то замяли договорились и так далее вот но сейчас опять сейчас опять страсти бурлят проблема в том что две очень крупные страны мировых экономики считают себя великими большими шишками ну и плюс то что там границы она не демаркирована то есть там просто горы и определенное место или полоса считается что она отделяет индию от китая но здесь надо четко понимать что вот эта проблема она может в любой момент сколыхнуться потому что кто-то скажет что злобный госдеп там какие-то адские эти самые предпринимает для того чтобы разжечь войны но надо четко понимать что есть фундаментальные причины есть противоречия между китаем и индии если даже американцы туда и лезут и что-то разжигают то не они это заложили там уже эта проблема есть также как между индии и пакистаном также как вокруг китая потому что у китая практически со всеми соседями есть территориальные споры и претензии и здесь но если она есть тут нужно либо полюбовно договориться и прийти к консенсусу и закрыть тему либо она так и будет как клеющий уголь ждать своего часа так ну вот сейчас начали поднимать вопрос о том что вроде бы фейер фрс всем погрозил попугал ну точнее не фрс а там несколько директоров которые испугались что инфляция растет а рынок труда не восстанавливается и опять пошла тенденция на восстановление торговлей рефляции так называемый так друзья давайте перейдем графиком и подумаем с вами что же нас ждет сегодня вечером и какие тренды развиваются на рынке начнем мы с китая китай сегодня отлично просто отторговался то есть здесь как бы все указывает на то что несмотря там на всякие эвергранды и хуаронги он пытается выйти из этого диапазона и тоже поучаствовать в гонках на хаях как делают соединенные штаты так далее так с немецкий фондовый индекс но он болтается в консолидации пока нельзя сказать что он прямо куда-то посыпался и пошел скорее всего вот это движение консолидационный она будет продолжаться на текущей неделе так ну вот nasdaq nasdaq улетает в космос и наконец-то переписывает хай то что входит состав nasdaq а это ключевые фигуры так называемой рефляционной торговли и мы видим наконец-то не только и сын пиво и nasdaq вырвался вперед и переписал хай ну здесь смотрите на самом деле высокотехнологический сектор сейчас попал в очень интересную ситуацию потому что с одной стороны его раскачали и он вырос просто чудовищно казалось бы тут там уже и п на е колоссальные вообще как бы столько не растут надо куда-то упасть и немножко откатиться но этого не происходит и вот текущая ситуация с корона вирусом с новой волной который разворачивается она по сути на руку всем этим высокотехнологическим компаниям потому что это компании новые экономики они во многом заточены на удаленную работу то что они делают товары услуги предоставляют и поэтому здесь возникает удивительная ситуация когда деньги идут и фундаментальные факторы для того чтобы эти компании росли они только усиливаются потому что европа на пороге новые волны но соединенные штаты оказались здесь в более выгодной ситуации и кстати то как будет происходить в ближайшие месяцы ситуация к видны в соединенных штатах она покажет насколько эффективна и не лживо современная медицина если там к вид будет побежден то тогда действительно можно будет сказать что современное здравоохранение она работает четко западных странах прозрачно и побеждает любые неприятности но если начнет оказываться что хваленые вакцины файзер и модерна на которых зиждется текущий успех победы к вида в сша они почему-то не работают или появились там и вирусов против которых они не работают то здесь можно будет смело сказать что все что было сделано против к вида это не более чем какая-то имитация или спектакль с очень высокой степенью вероятности поэтому в ближайшее время как только поток путешественников несущих новую версию к вид окажется соединенных штатах и столкнется с американскими вакцинами можно будет сказать насколько эти вакцины успешно и насколько реалистично вся проделанная работа американскими фарм компаниями против к вида так друзья но поскольку такое движение пошло в nasdaq и в хай-теке американском то соответственно есть российские компании которые тоже бенефицары подобных движений это в частности head hunter и озон и так если мы берем дневной таймфрейм head hunter и здесь у нас на текущий момент уже в ближайшие дни сегодня завтра в среду будет решаться вопрос с пробоем уровня 2850 как только этот уровень пробивается отсюда возникает импульс движения у которого первая цель это 3000 3020 вот сюда к этому значению так далее озон ну а зона ситуация схожа с хантером здесь получается у нас как раз вот сегодня сформировался импульс движения на самом деле зарождение этого импульса оно произошло где-то вот здесь вот в районе 4000 соответственно текущий момент здесь ожидается пробой 44370 как только пробой этого значения на объеме происходит весьма вероятно отсюда развивается движение у которого первая цель находится вот здесь вот 4640 и следующая цель движения находится вот здесь вот 4850 соответственно данный сценарий не срабатывает если сейчас будет коррекционный откат который приведет к пробою 4090 4050 но на текущий момент две вот эти акции хантер я зона они выглядят достаточно убедительно так друзья далее давайте металла посмотрим серебро и палладе здесь картина она в общем то во многом похоже это дневные таймфреймы и в палладе в серебре сейчас намечается пробой верхней границы случае серебра это 26,3 26,4 соответственно пробой этого значения он приводит к развитию движения у которого для серебра будет цель ближайшие двадцать семь с половиной вот сюда к этому значению но соответственно здесь в текущих реалиях если будет коррекционный откат с пробитием 25 и 3 25 и 2 то это уже будет не смешно и это уже будет означать что серебро уходит на 23 5 и возможно даже ниже пока здесь все говорит на то что состоялась консолидация и на текущий момент все готово к тому чтобы попробовать по крайней мере по 1026 и 3 и уйти повыше отрабатывать те цели которые вверху так далее палладе тоже дневной таймфрейм здесь ситуация схожа серебром она даже более такая выраженная здесь у нас по сути уже пошел импульс движения у которого первая цель это сходить вот сюда 2760 2800 если он здесь закрепляется то следующая цель это переписывание майского максимума который 3020 соответственно здесь вот вся эта конструкция она ломается если будет коррекционный откат с пробитием 2500 так друзья дали вопрос был по втб засыпали меня по втб но смотрите втб все отлично ураганный ветер который дует самую последнюю очередь задевает втб и втб вздымается вот здесь то движение которое пошло она в ближайшее время приведет к тому что будет достигнуто ну во первых вот эта цель движения которая пять целых 05 если он здесь закрепиться отсюда следующий пойдет рывок цель которого протестируйте пробить вот этот максимум локальный пять целых с половиной копейки но если продолжается рефлекционная политика в соединенных штатах если деньги печатают печатают то будут искать все возможные идеи которые можно запустить в космос и заработать на них денег втб как раз именно такой потому как у него очень много целей вверху который до сих пор так и не реализована видимо не разрабатывает он так активно экосистему как сбер если бы разрабатывал бы как сбер игре в то уже давно бы переписал исторические х и так друзья далее давайте посмотрим индексы индекс доллара но он по моему заснул от с утра как его смотрели он где-то в этом же месте находится так друзья дали эфириум тут конечно страсти марда ся то там китай сначала ограничил майнингов потом все операции по переводу фиат в крипту и назад теперь великобритания ополчилась вроде как на binance но смотрите на самом деле я могу сказать так две вещи я не являюсь фанатом чего-либо там крипто каким-то фанатом крипто активистом и так далее я стараюсь ко всему подходить с точки зрения здравого смысла вот смотрите был крис 2008 года который показал что то система которая была на недееспособна и нужно нарождать новую систему соответственно возник пробный шар децентрализованные протоколы основанные на криптовалют на крипто шифрование это получило определенное развитие эту технологию протестировали вот это собственно говоря то что будет будущем когда наступит полная децентрализация в мире во всех аспектах и полные горизонтальное взаимодействие во всем это будет во всем соответственно эта технология обкатывается это новая технология к ней будет повышенный спрос повышенный интерес и так далее и тому подобное кто-то говорит ну все теперь за них взялись им сейчас прикрутят такой уже ранее бывало неоднократно как прикрутит так и открутит эволюцию никто не отменял у нас метает все на своем пути то что ей сопротивляется то что сопротивляется и мешает развитию чем дольше сдерживает тем сильнее будет дальнейшее движение то что касается крипты я думаю никто ее не задушит дак в какой-то момент она переродится и не будет возможно биткойна не будет и фильмы и других криптовалют но здесь я бы тоже не стал так однозначно утверждать дело в том что особенность криптовалют даже в текущей форме то что они постоянно модифицируются там различные новые функции снижение стоимость транзакций и так далее это же все дорабатывается и делается практически на коленке и внедряется в жизнь поэтому я бы хотел предостричь тех хранителей криптовалют которые говорят что все она обречена и еще здесь задавит там задавит да не задавит но задавит вылезет она по другим соусом и по другому поэтому я думаю здесь в ближайшее время но по крайней мере вот если судить по эфириуму он консолидируется в этом диапазоне как только здесь возникает устойчивый пробой вот этого волшебного уровня 2165 и начнется над ним про торговочка то в этой ситуации во первых отсюда пойдет быстро движение на 2900 и потом следующее движение повыше есть еще другая но такая чисто утилитарная функция у криптовалют которая во многом она даже кому то наверное удобно вот когда такие движения происходят сначала 4000 потом 2 ой как много денежек сгорает и не нужно ломать голову куда дать и отдать избыточно напечатанной доллары и евро ход один раз так сделали и вроде фондовые рынки не упали пенсионные накопления не обесценились и с другой стороны как бы сколько бумаги спустили так что я думаю здесь это в ближайшее время очень даже перспективное средство для того чтобы как то скажем так уничтожать что ли те деньги которые напечатали и которые уже не лезут не фондовый рынок не в рынок деривативов так друзья дали золото дневной таймфрейм золото в отличие от палладе не так бодро идет одно опять же вернулся вот этот консолидационный диапазон расти она сегодня не стало но и особого пессимизма в нем нет во первых пошли упоминания про рефляционную торговлю соответственно золото будут так или иначе подтягивать с другой стороны вот это вот движение которое произошло то есть сначала его загнали она спустилась опять же здесь по сути идет консолидация накопления набор топлива для того чтобы выйти наверх по идее сейчас либо может быть завтра с утра движение короткое куда-то вот сюда и потом отсюда уход на 1800 но опять же это вот что называется на скидку такая идея пока здесь на текущий момент идет поджатие к уровню 1782 чем дольше поджимается тем больше вероятность того что будет уход наверх ну и здесь опять же есть грань это 1762 1764 который если пробивается и происходит закрепление то соответственно отсюда развивается дальнейшее снижение уже целью возможно будет тысяч 150 но вот вот это все движение вот это все движение это часа век она не указывает на то что здесь будет уход вниз она указывает на то что будет движение наверх и причем очень хорошая так друзья далее нефть бренд сегодня крыш небольшой произошел но я опубликовал в телеграм-канале наверное известие о том что намибия крупнейшая нефтяная держава текущего десятилетия настолько всех обескураживала что нефть начала падать так друзья но это на самом деле шутка хотя в каждой шутке нередко бывает доля правды на текущий момент да здесь пошло движение вниз но пока 74 не пробита говорить о том что все как бы нефть свалится я думаю это слишком преждевременно вот если 74 742 будет пробита тогда да это будет означать с учетом еще такого резкого движения что скорее всего ближайшее время мы увидим более сильный коррекционный откат но на текущий момент здесь по сути ее активно пытается выкупать и развернуть а так друзья вот еще секундочку телеграм-канал вот я здесь мне вопрос создавали я по пятерочке свою точку зрения изложил и по мосбирже кому интересно можете посмотреть так друзья дали евро доллар давайте я сейчас поставлю не четыре часа часовик но здесь смотрите здесь по сути движение которое должно было привести к закреплению в районе 1 целый 19 она не состоялась то есть здесь был ложный пробой этот ложный пробой при достижении 1 целые 19 вы купили и соответственно евро доллар вернулся вот в этот диапазон 1 целый 1918 1 целый 1941 это для евро очень хорошо потому что если такого повторного тестирования не происходит точнее даже пробой 1 целый 1910 1 целый 1915 вот этого диапазона то у нас отсюда сейчас должно развиться движение цель которого девятнадцать сорок три и случае его пробой движения на 1 целый 1975 рефляционная торговля это рефляционная торговля так друзья дали рубль-доллар наша главная скрепа 4 часовой график здесь как подводная лодка залегла на одном из на 72 12 не туда и не сюда нефть вроде росла сейчас она проседает но никакого движения намека на укрепление рубля так и не происходит небольшой уход 72 12 сразу выкупает и возвращает назад но смотрите здесь есть такой момент который вам на самом деле очень неприятный он долгоиграющий здесь скажем так очень много подводных камней в этом кроется россия столкнулась неожиданным обвалом экспорта нефти в европу падение на 20 процентов и соответственно вот это в общем то дополнительный негативный фактор который оказывает влияние на курс рубля и вообще в целом на ситуацию стране потому что вроде цены на нефть выросли а притока валют нету но здесь на самом деле смешалось несколько факторов один фактор это конечно же логистически что сейчас происходит с морскими перевозками ну все прекрасно знают что постоянно как бы то там советский канал перекрывается за того что гонят целые стаи кораблей то порты не могут принять растут растет стоимость фракта перевозка грузов становится очень накладные долго и непредсказуемой и это общем то один фактор есть еще и другие факторы которые они значительно более негативны нежели вот этот логистический разрыв который возник эти факторы они связаны с двумя моментами первый момент что европа особенно великобритании она все-таки в достаточной степени еще находится под воздействием эпидемии к вид и она в такой степени как соединенные штаты в плане потребления нефти не оправилась это касается как великобритании в наибольшую степень и так и германии и франции вот соответственно здесь есть небольшой отрыв небольшой отбой и соответственно это влияет негативным образом на постоянной на постоянство роста потребления нефти нефти продуктов это второй момент еще и третий момент который еще более неприятен он связан с тем что текущая геополитическая ситуация мировая она указывает на то что будут вводить санкции против российского сырья нефти и газа скорее всего это наиболее вероятный сценарий пока под разными предлогами под разным соусом пытается уклониться от получения особенно это нефти в первую очередь конечно касается потому что с газом там германия не зря лоббировал строительство газопроводов для того чтобы так прямо взять и отказаться нет конечно но со стороны нефти здесь давление будет и я так полагаю пока этот пробные шарики испытывают что произойдет если так или иначе минимизировать поставки российской нефти так что в этом плане ситуации она не очень позитивная но она скорее всего будет ухудшаться и собственно говоря этот одно из объяснений почему дальше не укрепляется рубль потому что цены выросли объем с объемом продаж есть некоторые сложности так друзья но давайте на часа и перейдем посмотрим что здесь нас ожидает намечалось движение по 1072 12 но это движение пока не состоялась вот соответственно не в час начала проседать и поэтому весьма вероятно текущих значений пойдет движение наверх ну как мы с вами видим здесь все движение сегодня и на той неделе она идет в консолидационном диапазоне и поэтому сейчас если не будет позитивной динамики по нефти она вдруг не развернется не отпрыгнет то весьма вероятно что от текущего значения пойдет движение цель которого будет потестить 72 35 вот здесь чуть повыше и соответственно в случае пробития будет молниеносное движение цель которую 72 63 вот сюда вот если пробития не будет здесь произойдет разворот и дальше подобно золото будем болтаться вот в этом консолидационном болоте золото ситуация достаточно схожий на текущий момент друзья ну в общем то все основные инструменты спасибо за внимание успешных торгов удачи всего наилучшего